Сегодняшнее наше представление про ад. Отец Михаил, оно какое? Что это за место вечных страданий? И всегда возникает какой-то вот такой богословский вопрос, а зачем Господь создает человека, если знает, что его будут ждать вечные мучения? Ох, это серьезнейший вопрос, который, я боюсь, мы здесь, конечно, не разрешим. Это вопрос о теодицеи, вопрос оправдания Бога, оправдания творения. И, конечно, он чрезвычайно сложен и требует для своего даже не разрешения, а просто описания колоссального времени. Но вкратце, если сказать, то даже о Царстве Божием и о рае мы не можем ничего большего сказать, чем сказал апостол Павел, что не видел того глаз, не слышал того уха и на сердце, то человеку не приходило, что приготовил Господь любящим его. Это говорит сарае. Но про ад можно сказать то же самое. Конечно, это не сковородки никакие, не кастрюли, которые чарти закрывают крышками, чтобы грешники не выпрыгнули из них. Теперь это фритюрница. И это даже не место, более того, да, потому что такое место можно определить душе. Душа бестелесна. Но понятно, что это, ну, место в кавычках такое, в котором души грешников страдают. И страдают бесконечно, потому что бесконечное время отведено им на то, чтобы пребывать в этом ужасном, унылом и страшном месте. Так что ад в нашем представлении – это место, о котором мы, во-первых, не можем достоверно ничего сказать, кроме того, что там очень и очень плохо. И то, что плохое здесь есть на земле, надо просто умножить и представить себе, каково будет нераскаянным грешником. Наше счастье в том, что мы можем раскаяться. Наше счастье в том, что мы можем измениться. И даже самый страшный грешник может из ада, который ему готовен попасть в рай. Только это надо сделать здесь.